Уроки безопасности казахстанских школьников будут обучать правилам поведения в экстренных ситуациях. После ЧП в Петропавловске задумались о разработке спецуроков. Когда их внедрят? Проезд с комфортом. Козлординцы сменили старые пазики на новые автобусы. Изменится ли стоимость проезда в общественном транспорте? И весна в феврале. В Туркестанской области зацвели первые подснежники. Где же можно увидеть предвестников весны? Теперь обо всем по порядку. Новый корпус и учебное общежитие построят для Академии МЧС. Об этом заявил глава государства во время рабочего визита в Акмолинскую область. Касымжумар Тукаев пообещал, что увеличится заработная плата, богаче станет социальный пакет. Президент отметил работу наших спасателей в Турции и пообещал представить их к награде. И также по его поручению в пострадавшую страну направит дополнительную гуманитарную помощь. Что еще стало известно в ходе рабочей поездки главы государства в регион, какие объекты посетил он и что поручил, расскажет Динара Жанбатырова. Эти эмоции не требуют комментариев. Казахстанские спасатели даже отказываются элементарно поспать. Нельзя терять ни минуты, под завалами могут быть выжившие. Поиски пострадавших до сих пор идут в режиме нон-стоп. Около сотни сотрудников МЧС останутся в Турции до тех пор, пока не разгребут все завалы. Кстати, 18 из них командированы из Акмолинской области. Всех их предстоит к наградам, пообещал глава государства. Свою рабочую поездку в регион Касымжумар Тукаев начал как раз таки с посещения Академии МЧС. Это единственный вуз в стране, где готовят спасателей пожарных. Правда, само здание старое. Латали его уже не раз. Сама Академия МЧС была построена еще 50 лет назад. Конечно, условия там не самые лучшие, но что удивило, так это то, что курсанты два километра идут пешком до общежития. У нас в общежитии там условия недосмотрены немного. У нас там в кубриках по 30 человек лежим, а там в кубрике не распределено 30 человек. У нас проблемы в туалетах, там раковины, унитаза не хватает. И у нас в общежитии первые три года мы казармами учимся, а потом на четвертом курсе у нас в городках штата снимаем квартиру. Из-за того, что места не хватает. За свой счет? За свой счет. Впрочем, возможно, Камбар со своими сокурсниками будут последние, кто снимает квартиру. У Академии МЧС появится новый общежитие и учебный корпус. Касым Жумар-Тукаев поручил правительству найти средства на строительство современных зданий. По моему поручению, правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии и запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом, государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей. К своим подвигу день за днем идет и Роза Амрина. Она после сложнейшей операции на спину проходит курс восстановления в новом клинико-реабилитационном центре в Коксчитал. Вот когда захожу сюда, у меня в сознании даже не укладывается, что может быть такая клиника. Вот этот комфорт, который ты здесь чувствуешь, и высокая квалификация врачей. Начиная с технического медперсонала. Я когда зашла сюда первый раз, переступила порог, я подумала, знаете, как будто где-то на западе находишься. В комфортные условия с первоклассным оборудованием с удовольствием идут работать и квалифицированные кадры. В регионе за три года удалось снизить дефицит врачей в два раза. По такому примеру будут строить медцентры в остальных регионах. Более того, в ближайшее время коксчиталцы смогут похвастаться и новой многопрофильной больницей. Данная больница будет предоставлять самый широкий спектр услуг. Это начиная от лабораторно-диагностических до стациональных. То есть сопровождение пациента на всех этапах. Это диагностика, лечение и, соответственно, реабилитация. Здесь же также предусмотрены учебные кабинеты для студентов нашего медицинского факультета университета имени Шуханова-Альханова. Данная больница будет оказывать услуги не только населению Акмолинской области, но и соседним нашим регионам. 43% зерноуборочных комбайнов в масштабах страны и производит только Акмолинский регион. 40% тракторов тоже собирают здесь. Все составляющие в основном импортные. Прошлогодние валютные качели нестабильно геополитика подорвали планы по насыщению внутреннего рынка техникой. Был небольшой спад, который мы почувствовали на уровне 20-25%. Однако в этом году мы планируем восстановить все цепочки, планируем поставить тот объем, который потребован. То есть наша главная стратегическая задача обеспечить тот спрос, который сегодня присутствует на нашем внутреннем рынке. На сегодня производители не платят НДС. Освобожденные от утиль сбора имеют стабильный спрос за счет субсидирования на приобретение сельхозтехники. Взамен они должны гарантировать новые инвестиции и наращивание производства. Сейчас можно сказать, что рабочие специальности очень востребованы. Главное, не лениться и работать. Вам большое спасибо за повышение престижа рабочих профессий. Мы люди труда и я думаю, что честным трудом можно добиться больших успехов. Мы готовы работать на благо нашей страны. Что касается государства, правительства, мы поддерживали и будем поддерживать подобного рода предприятия. Я смотрю, вот сейчас мне доложили, уровень локализации очень высокий практически. По целому ряду параметров вы уходите на 100%. Это радует. Предприятие само по себе хорошее, как я уже сказал, культура производства, высокое. Меня радует, что здесь сотрудники, работники предприятия чувствуют свою сопричастность к большому делу. По итогам года аграрий только Кмолинского региона в целом недосубсидировано на 36 миллиардов тенге. В этой сумме есть и запросы на обновление техники. Из госбюджета всем не хватило, а дешевые длинные деньги брать негде. Сейчас надежда на новые планы развития АПК, которые должны вот-вот представить Минсельхозе. Динара Жамбатырова, Марат Диханбаев, Дулат Интибеков, Акмолинская область. Казахстанских школьников будут обучать правилам поведения в экстренных ситуациях. О разработке и внедрении в учебную программу уроков безопасности говорили в правительстве. Для этого нужно увеличить количество видеокамер и усилить пропускной режим. Министерству здравоохранения глава Кабмина поручил взять на особый контроль лечение школьников, пострадавших во время ЧП в Петропавловске. Это очень неординарный случай. Он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности детей в школах волнует все семьи. Как мы видим, даже внутри школы есть риски. Поэтому необходимо пересмотреть данный вопрос и провести проверку всех учебных заведений. В Костанайской области полицейские провели проверку учебных заведений, правда, в начале этого года, и выявили, что 20 объектов образования не соответствуют требованиям безопасности. Основные недочеты – плохое разрешение видеокамер и наличие слепых зон в учебных заведениях. По данным Управления образования, система наблюдения 12% детских садов и школ региона не подключены к Центрам оперативного управления. 95 школ и детсадов не заключили договоры с охранными компаниями. На решение этих вопросов из местного бюджета направят более 300 миллионов тенге. Районы, где указывается на отсутствие технических возможностей подключения на организацию образования, к Центрам оперативного управления необходимо проработать альтернативные варианты подключения. Есть технология «Радиомост», которая в 10 раз дешевле, нежели чем оптоволокно. Решим этот вопрос, пока не доведем оптоволокно к существующим школам. Теперь расскажем вам о другом. Этой ночью в некоторых провинциях Турции снова ощущались подземные толчки. Число жертв землетрясения продолжает расти. Сегодня турецкие спасатели извлекли из-под завалов еще троих человек. Казахстанскими спасателями освобождены из-под завалов семеро. Извлечены тела 80 погибших, в том числе семеро детей. Спасатели продолжают разбирать груды на месте разрушенных домов. Тем временем в Турции арестованы 10 представителей стройкомпании. В ходе расследования уголовного дела к ответственности привлечены 163 человека. По поручению главы государства мы работаем здесь уже седьмые сутки. Сейчас работает техника. Еще несколько дней мы завершим свою миссию в Турции. Сейчас, помимо спасательных работ, мы готовы также помогать в разгрузке гуманитарной помощи. Казахстан доставил в сирийский Алеппо еще одну партию гуманитарной помощи. Палатки, одеяла, матрацы и другие предметы первой необходимости. Это уже третий рейс. В сирийский город всего запланированы 4 вылета. В Сирию планируется доставить 50 тонн гуманитарного груза. Павлодарские аграрии не будут испытывать проблем с дистопливом из-за временной остановки производства на Павлодарском нефтехимическом заводе. На весенне полевой работы в регионе запасли почти 24 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Удешевленное езельное топливо крестьяне начнут получать уже с этого месяца. Более 2,5 тысяч тонн запланировано выдать в феврале. 8 тысяч тонн в марте и свыше 10 тысяч в апреле и мае. Поставлять ГСМ по льготной цене будут два оператора. Стоимость литра определена в пределах 191 тенге. Цена дизельного топлива с учетом операторов услуг составляет 228 тысяч или 191 тенге за литр. В данное время принимаются заявки от всех товаропроизводителей. Хочу отметить, что на текущий год заявки принимаются в бумажном варианте, в связи с тем, что сайт колда.кз не работает. Согласно информации Министерства энергетики, наш полный объем, 23 800, находится на хранении уже в ПНКЗ. И отпускается оператором, а оператор отпускает уже всех товаропроизводителям. В Западно-Казахстанской области остались 350 тонн сжиженного газа. На прошлой неделе на заправках Уральска наблюдался дефицит топлива. Ситуацию объясняют внеплановым ремонтом на Атыраусском нефтеперерабатывающем заводе. Вместо планируемых 3203 тонн отгружено было только 192. И чтобы решить проблему, газ решено поставлять из Актобе. На востоке Казахстана продукции стабфонда хватит до мая. В наличии недорогой лук, который реализуют по 3 тонны в день. По доступным ценам всегда можно купить картофель, морковь. Всего было заготовлено свыше 9 тысяч тонн плодоовочной продукции. В ассортименте стабфонда также сахар, гречка, макароны, растительное масло. Ну а в целом в Усть-Кеминогорске действуют свыше 60 точек. Там можно приобрести социальную продукцию. Она особенно востребована у пенсионеров. В ближайших планах открыть 5 точек реализации. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список Народно-демократической патриотической партии АОЛ. Кандидатами в депутаты выдвинуто 25 человек. 40% из них составляют женщины, молодежь и люди с особыми потребностями. Секретарь ЦИКа Ассалбек Смогулов подтвердил, что документы соответствуют всем требованиям. Наши основные политические направления – развитие сел и сельского хозяйства. Многие наши кандидаты – именно представители этой сферы, люди труда или производственники. Но есть и представители других отраслей. Например, спорт, медицина, образование. Казахстанская партия «Зеленых Байтак» представила партийный список из 18 человек. Все лица из партийного списка соответствуют требованиям. В прошлых выборах депутатов Мажелиса партия «Байтак» не участвовала. Мы очень оптимистически настроены, знаем, что экологические проблемы Казахстана в каждом регионе имеются. Мы уже набрали более 50 тысяч человек и думаем, что оптимистически настроены процентов на 20. И сегодня же кандидатов депутаты столичного Маслихата от партии «Аманат» зарегистрировали в территориальной избирательной комиссии «Астаны». В партсписке 33 человека. Все претенденты прошли проверку в избиркоме, получили удостоверение кандидатов депутата. 17 членов партии «Аманат» пойдут на выборы в Маслихат «Астаны» по одномандатным округам. Маслихат сам такой орган, представительный орган. Сюда как раз входят и представители населения, гражданского общества. Это очень важно, чтобы жители имели своих представителей, избранников, которые действительно будут их в последующем решать проблемы, представлять интересы, продвигать какие-то важные социальные инициативы. До внеочередных выборов депутатов Мажелиса осталось немногим больше месяца. И это событие не зря называют главным в политической повестке этого года. По итогам работы Центра избиркома в реестр избирателей включены 11 миллионов 970 тысяч 406 человек. Совсем скоро соотечественникам предстоит сделать свой выбор. Как они относятся к этому событию, чего ждут от депутатов и Мажелиса в целом, узнавала наша съемочная группа. Хотелось бы больше, чтобы образование развивалось, да, образование не только в ВШ, но и в школе, чтобы были уроки по финансам, по там, жизненно пригодные уроки, которые пригодятся в жизни. Открытие университетов может быть побольше. Ну, суд законов может быть по изменению, по бытовому насилию, меньше бытовое насилие. Если депутат будет работать во благо народу, то проголосуем, конечно. Главное, чтобы был достойным и справедливым человеком. В Казларде обновляют парк общественного транспорта. 100 автобусов уже заменили на 12 маршрутах. Автобусы оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой электронного билетирования и пандусами. До конца года в автопарке планируют приобрести еще три сотни автобусов. Эти 150 автобусов позволят нам обновить транспорт на половине городских маршрутов. При этом стоимость проезда останется прежней. 90 тенге при оплате за проезд наличными, 85 тенге будет стоить электронный билет и 40 тенге проезд для детей. Кроме того, по просьбе к гаражам планируем пересмотреть схемы движения автобусов и открыть новые линии. Навыки выживания в таежных условиях для туристов восточного Казахстана. Экстремальные мастер-классы проводят местные спасатели. По легенде учений водитель снегохода попадает под лавину до ближайшего населенного пункта несколько километров. И вот его задача выбраться из-под завалов, сделать укрытие из веток деревьев, чтобы спастись от метели. Сотрудники МЧС учат сооружать шалаш, разжигать костер и устанавливать сигнальные огни. Такие уроки получают в основном отдыхающие местных баз отдыха. Их словно на востоке страны сохраняется лавина опасная. Мы показали, как правильно себя вести, чтобы выжить в зимних условиях. Как известно, восточный Казахстан отличается суровыми зимами. Поэтому особая бдительность жителей и туристов необходима. Не случайно в нашей студии появились вот такие вот подснежники. Первые вестники весны расцвели в Туркестанской области красивыми кадрами. Предвестника весны на своей странице в Facebook поделился эко-активист Гани Назарбек. Он отметил, что появились цветы на берегу реки Сырдарья. При этом в прошлом году они расцвели уже в январе. В этом же году такое явление наблюдается на месяц позже. Поэтому в случае непредвиденного похолодания растения, увы, могут замерзнуть, рассказывает активист. Добавлю также, что подснежники растут и на территории Сырдарья Туркестанского регионального природного парка. Все новости вы также можете найти на наших официальных ресурсах, социальных сетях и также в Ютубе. На этом новости подошли к концу. Продолжение следует...